Все свежий, пусть горит, мы вот быстрее, чем назначить, мы всегда насмелее. За любым успешным делом стоят неравнодушные люди-человеки, местами альтруисты, местами трудоголики и уж, конечно, большие энтузиасты. Детский фестиваль-конкурс «Времена года», который проводится в Пятигорске в третий раз, куда съезжаются дети со всех уголков страны и который известен своим престижным жюри, не поверите, делают всего два человека. Две женщины, которые, вы не поверите, даже зарплаты за это не получают. И зачем им все это нужно? Я же всю жизнь работаю с детьми. Я была старшей пионер-вожатой, методистом по пионерской работе. Я всю жизнь провожу мероприятия. И кончилась пионерская организация. Вот пропал целый пласт какой-то интересной работы. Школам это все не нужно. В школах другие задачи. Я в гимназии проработала за учим 16 лет. Ну, не нужно это школе. А тут вот хорошая ниша, то, что хотела делать всегда, то, что делала когда-то в молодости. Вот так. И как раз очень любезно директор фонда Елена Николаевна Велозубова, она предложила это. Давайте вместе проводить. И не поверите, мы вдвоем все делаем. Только любовь. Вы правы, молодой человек, распевающийся в холле. Только любовь может заставить их делать это. Ходить, упрашивать в санаторий, уступить зал, просить бесплатно поработать известных людей ради пользы детей. Уже второй раз на фестиваль приезжает известный детский композитор Александр Ермолов. Для детей нынче вообще мало песен сочиняют. А вот ему нравится. Хотя детским он стал совершенно случайно. Раньше в его жизни все было по-взрослому. Консерватория, симфонии, оркестры. Но однажды его попросили написать детскую песню. С тех пор он понял, это и есть честное искусство. Ничего, просто нужно не обманывать себя. Потому что дети чувствуют, как никто другой. То есть их нельзя обмануть. Они чувствуют искренность и фальшь. Надо просто душу свою вкладывать, и все будет нормально. В фестивале конкурса «Времена года» может участвовать любой ребенок, чьи родители считают его, несомненно, талантливым и самым гениальным. Межрегиональный благотворительный фонд «Будущее детям» создан специально для того, чтобы проводить конкурсы талантов для детей, которые не могут оплачивать престижные конкурсы где-нибудь в другом месте. Ирина Белозубова победила в прошлом конкурсе. Причем участие принимает не в одной номинации. Она и на флейте играет, и джаз поет. Хочу стать знаменитой, чтобы меня все знали от Пугачева. Чтобы стать не менее популярной, чем сама Примадонна, победительница конкурса сделала свой первый шаг. Приняла участие в передаче «Песенка в подарок» на телеканале «Солнышко мое». Там ее могли оценить телезрители всей России. А в скором времени, времена года, собираются подписать договор с детской новой волной. А там уже и до Примадонны со всем рукой подать. Наталья Мхаян, Геннадий Сахацкий, СТС КМВ.